Тут вратари переодеваются, вот здесь ребята находятся в баулы, как бы вот наш новый дом. В раздевалке словно гробовая тишина, в такой ситуации вряд ли может быть до шуток. Буквально в одночасье хоккеисталты оказались бездомными, переехали вот сюда в Карандин арену. Впрочем, вариантов особо и не было. Ледовый дворец на Жасминной 3 остался единственным в крае с круглогодичным льдом. Плюс дворца старого, дворца в центре города находился 100 метров в Красноармейске, грубо говоря, 200 метров в Ленина. То есть учесть, что игры в 7 часов вечера, ну как бы, коммуникабельнее будет. Атака ворот. По три раза с каждой стороны сделали, и потом опять, ну мы же не забыли, что вчера делали. Едва успели распаковать чемоданы, как тут же добро пожаловать на лед. В тренировке, несмотря на всю сложность ситуации, никто не отменял. До старта чемпионата остается чуть больше месяца. А что накипело, это я должен был ожидать. Все об этом знали давно, что рано или поздно это случится. Вот и все, все еще, все кипеть. Нам деваться некуда, все. Будем здесь кататься, тренироваться. Тренироваться можно, а вот играть здесь в матче первенства ВХЛ пока нельзя. Руководители Алтая уже созвонились с представителем Федерации хоккея страны. Договорились, что приедет инспектор из Москвы, который должен будет вынести вердикт. Допускать или нет, Карандин арену до игр чемпионата. В случае отрицательного ответа вновь возможен переезд. Вот только на этот раз уже в другой регион. В любом случае, главное сейчас, говорит директор клуба, сохранить команду. Если откроют дворец спорта, будем уже рассматривать их. Как говорится, все будет зависеть от того, какое решение здесь. Но пока мы на Карандин арену. В самом дворце экстренно готовятся к новоселью. Так планируют расширить одну из трибуны, построить еще две. Правда, это будет максимум полторы тысячи сидений. При средней посещаемости в две с половиной тысячи места всем здесь явно не хватит. Возможно, для болельщиков сделают вход бесплатным. Этот вопрос сейчас решается. Ну, все не влезают. Вот пока вот частично здесь переодеваются ребята. Вот сколько тут? Кирилл, еще кто залез. Другое дело детские секции. Своя школа Динамо плюс Алтай, да еще и фигуристы. Такого количества желающих Карандин арена может просто не вместить. Сейчас в спешном порядке составляется расписание, распределяются раздевалки. Возможно, для детей откроют отдельный бесплатный маршрут, чтобы было проще доехать до отдаленного района города. По-прежнему под вопросом проведения двух крупных концертов в сейчас закрытом дворце зрелища спорта. Впервые там должна была выступить Аня Лорак и не впервые Сергей Лазарев. Впрочем, другой их коллега уже знает, каково это выступать в теперь уже пожароопасном здании. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.